Друзья, добрый день. Меня зовут Андрей Пуртов. Я директор программы MBA Трансформация в Центре Международных Программ MBA Runhix. И с нами сегодня в гостях мой коллега, преподаватель программы MBA Трансформация Константин Орлов, преподаватель модуля финансы. Добрый день, Константин. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Константин, давай начнем, может быть, издалека. Вот я когда впервые с тобой познакомился, обратил внимание, что ты нетипичный жизнерадостный такой остроумный человек для профессии финансиста. С моей точки зрения, вот как я себя видел финансиста. Вот расскажи, пожалуйста, как ты вот с таким майнсетом, с таким характером вообще пришел в финансы и выбрал финансы своей карьерой? Ну, Андрей, здесь, наверное, скорее всего, наверное, будет правильно сказать, что я, может быть, с таким настроением ушел из финансов. Именно потому что ушел, поэтому у тебя такое настроение. Потому что действительно наша профессия накладывает определенную такую профессиональную трансформацию. Один из критериев нашей работы – это консервативный подход. Поэтому за пять лет из любого человека, который работает в финансах, в общем-то, эта деятельность делает страшного зануду. Потому что это требует профессии. Но в целом, конечно, на самом деле люди бывают разные. Ты понял, что я этого не говорил, да? Да, да, да. Ну, это мое личное мнение, опыт. Хотя среди моих коллег-финансистов очень много жизнерадостных людей. Но профессия не дает нам, скажем, выражать себя на работе. И поэтому очень многие финансисты на самом деле… Компенсируют это в свободное время. В свободное время. Чудят так, что это. Но стараются делать это скрытно, и чтобы никто не заметил. Понятно. Хорошо. Считается, что лучшее, что может случиться с молодым специалистом на старте карьеры – это попасть в какую-нибудь крупную международную корпорацию. Потому что, как правило, в крупных компаниях, там, Филипп Моррис, Проктор энд Гэмбелл – очень сильная, ну, как бы, система внутреннего обучения. И я знаю, что ты очень много проработал в международных корпорациях. Расскажи, пожалуйста, вот, чему ты там научился и в какой степени это тебя сформировало. Ну, вообще, я соглашусь. Действительно, особенно в тот период, когда я начинал свою профессиональную деятельность, это конец 90-х. И здесь, наверное, можно сказать, что это были, наверное, единственные компании, кто вообще обучал на рабочем месте большинство сотрудников, не только финансистов, но и маркетологов, коммерсантов. Потому что школа обучения была поставлена очень сильно и хорошо. Если брать именно срез финансовой науки, я скажу так, что нас очень сильно учили это профессиональной этике, интегрите или честности. И, соответственно, потому что сложность нашей профессии состоит в том, что нас нанимают президенты и генеральные директора, а мы служим, и наша работа в основном относится к адекватной информации, которую мы предоставляем акционерам. И, как вы понимаете, в этой ситуации всегда возникает очень много политических сложных вопросов, которые тебе нужно обходить. При этом делать свою работу правильно, адекватно, честно, трансперенси и так, чтобы при этом и внутренний менеджмент компании мог принимать правильные решения. И при этом мы должны давать адекватную информацию акционерам наших компаний. Расскажи, пожалуйста, вот такими вот крупными мазками о своей карьере, о тех компаниях, в которых ты работал. Может быть, на каких позициях, которые связаны с финансами, ты там трудился? Ну, начал я, скажем, в питерском телекоме, тогда это был телеком-инвест, который был прародителем многих компаний северо-западного GSM, теперь это национальная компания. Нет, это мегафон. Мегафон, да. Мегафон, да, да, да. Соответственно, также у меня был опыт работы в Мелекоме, который после инвестиций в большое количество сотовых операций в России передал потом свои активы, скажем, своей соседней компании Теледва. Потому что Мелеком – это, скажем, такой трейдер мировой телекомендиционных компаний, он покупает по всему миру компании, 4-5 лет развивает и продает с наживой. А Теледва по всему миру – это, скажем, такой фармер. Ну, и после того, как наши активы показали очень хороший, скажем, рост и прибыль, соответственно, собственник этих обеих структур, очень тоже такой одиозный бизнесмен Ян Стенберг, решил, что такая корова нужна самому и передали все эти активы в Теледва. Это что касается телекома, также у меня есть опыт 5 лет в международной табачной компании и, соответственно, 2 года в международном аудите. Хорошо, давай поговорим о финансовых директорах. Наверное, каждый SEO, каждый владелец бизнеса на определенном этапе развития своего бизнеса мечтает, чтобы у него появился самый лучший финансовый директор. Вот каким он должен быть, давай об этом поговорим. Начиная с какого масштаба, во-первых, компании стоит об этом задумываться. Вот с HR-ами я общался, и они, в общем-то, сходятся, что где-то от 50, максимум от 100 человек уже нужен HR, там, менеджер хотя бы в компании. Раньше функцию выполняет там генеральный директор или кто-то другой. Значит, финансовый директор начинается, с какого масштаба должен, на твой взгляд, по твоему опыту появляться вообще? Или, может быть, от какого оборота, или от какого количества сотрудников? Я понял. Ну, я думаю, наверное, поскольку все-таки мы больше привязаны к цифрам, если брать, давайте начнем от оборота, я бы сказал так, что, наверное, начиная со 100 миллионов, наверное, то точно должен быть какой-то рублей. Со 100 миллионов рублей, надо договориться. Да, это точно потребует финансового директора, потому что управление этими потоками требует, скажем, не только функции бухгалтерии учета, но и управления ими. Некоторые компании, опять же, начинают эту планку с 50 миллионов, но я думаю, до 50 миллионов, наверное, мало кто. И эту функцию выполняет, как я уже говорил, наверное, генеральный директор или, назовем так, продвинутый или очень развитый главный бухгалтер тоже может выполнять. Поэтому где-то, наверное, 50 минимумов. А вот отрасль и маржинальность в бизнесе играют роль, влияют на эту планку? Что, допустим, если в торговле 100 миллионов, а в услугах, допустим, можно уже там с 50? Я скажу так. Конечно, наверное, маржинальность влияет. То есть, объясню, почему. Не только на планку выбора финансового директора, потому что, когда у вас низкомаржинальный бизнес, оборачиваемость, то вопрос управления денежными потоками, он становится более критичен на низких уровнях. Еще более острым. Потому что, когда у вас высокомаржинальный бизнес, например, консалтинг, они съедаются вашей маржой. Это простительно. Да-да-да. Можно позволить себе их не замечать. Да-да-да. Кто он, идеальный финансовый директор? Какой у него бэкграунд? Антон, математик, финансист, экономист, инженер, не знаю, физик? Вот вроде бы с первого взгляда, конечно, математика нужна. Ну и это действительно адекватно. Физика, наверное, тоже мне очень помогла. Потому что я из технического университета. Я в школе очень хорошо дружился с математикой, с физикой. Но в процессе пути я понял, что не всегда финансовые директора, конечно, они должны знать математику, это должно быть принципы финансового учета. Но у нас были люди и с филологическим образованием, особенно среди иностранцев. Да, и один мой СОФО, которым я работал в табачной индустрии, он говорил, «Ребят, как вы думаете, роль финансового директора в чем состоит?» Ну, мы все начали предполагать, говорить, ну вот, отчетность давать вовремя, правильность аудита проводить, чтобы акционеры... Он говорит, «Ребят, для этого у меня есть вы». Моя задача налаживать координацию и дружить с другими функциями. Если я не буду объяснять другим функциям, почему это надо, почему мы должны это делать и координировать свою работу с нашим маркетинговым директором, с нашим коммерческим директором, с нашим производственным, то мы располземся в разные стороны. И вот тогда мне понравился этот подход, и я даже могу сказать, что я многому научился у Райана в этом позиции, потому что, может быть, поэтому я и стал потом таким, как вы говорите, веселым. А, веселым и радостным? Потому что я понял, что для финансов... Это именно и есть аспект, soft skills, этот майндсет. Да, майндсет, потому что все-таки финансовый директор высокого уровня не должен быть... Интровертом абсолютно, да? ...букой, который сидит, он должен со своими коллегами действительно быть способным решать общие вопросы. То есть у финансового директора должно быть человеческое лицо? Человеческое лицо, и все-таки коммуникативные навыки должны быть. Чем выше он поднимается, чем выше организация, тем роль вот этого навыка все выше и выше растет. Отлично, супер, очень интересно. Слушай, я изучал вообще люди, из каких функций становятся SEO, и через призму маркетинга изучал, и маркетинг там на одном из последних мест, а чаще всего, то есть директора по маркетингу реже всего становятся SEO, практически реже всего. Достаточно часто становятся там директора по производству, директора, финансовые директора, юристы ведущие. Почему так получается? Атишники бывают. Да, атишники, почему так получается? HR-ы, да. Тут я бы сказал так, конечно, если взять большой период развития нашей экономики, скажем, за последние 20 лет, если в общем посмотреть, конечно, каждый человек, в зависимости от его компетенции и так далее, как я и говорил, и филолог может стать финансовым директором. Ничего страшного. Ну, конечно, базовые основы математики, арифметики надо понимать при этом, да? Хотя, хотя... То есть ты дал шанс филологам. Да, 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 их много. Опять же, помните, компетенция важная, высокого финансового директора, умеете договариваться. И умеете при этом выполнять, отстаивать свои цели, цели акционеров. Но я смогу сказать, что, наверное, если брать по периодам, есть такая мода на финансовых директоров. Наверное, в середине 90-х действительно часто CEO генеральными директорами становились финансисты, как наиболее близкие, которые умеют считать. Но, скажем, в конце 90-х, в начале 2000-х, скажем, лет 5 была точно или 7 тенденция, когда маркетинговые директора становились CEO. Потому что тогда и в нашей стране, и во всем мире поняли, что дело не только в том, как считать деньги, а как все-таки применять клиентскую базу, как создать ценность. Да, и был период, когда очень много... Самая главная проблема – это, чтобы было что считать. Да, было что считать. Если будет что считать, мы как-нибудь найдем финансиста. Да, 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 абсолютно нет. Потом был период, когда маркетологи. Где-то, наверное, в 2010-х годах была тенденция, когда CEO, но, правда, она не была такой обширной, как с финансистами и с маркетологами, что это должен быть HR. HR, да. HR, потому что... Чем больше компания, тем более важна. Да, то есть вот такая вот модная поверье, что действительно, оказывается, теперь и не клиенты главные, а сотрудники и так далее. Но, скажем, эта волна HR из «Кто стал CEO», она была не очень продолжительной, не очень... Несмотря на то, что многие CEO в своих автобиографиях и мемуарах писали, что чем выше они поднимались по служебной иерархии, тем больше времени у них уходило на подбор людей, на мотивацию, на общение, на делегирование, и тем меньше времени на саму работу уходило. Да, да, да. И я так предполагаю, что если прослеживать следующую тенденцию, то следующая волна генеральных директоров и CEO, скорее всего, будет из IT-директоров. Да? Потому что сейчас многие бизнесы – это IT-бизнесы. Да, да, да. Или диджитализация. Как говорят ребята из «Дудо пиццы», мы IT-компания, которая продает пиццу. Да, да, да. А может быть, она уже наступила, что не позволила большинству HR директоров ставить CEO. Слушай, а ты хотел стать CEO, GM-ом? Была у тебя такая мечта или, может быть, цель, или, может быть, сейчас есть? Или вообще тебе это неинтересно, и ты предпочитаешь специализироваться в своей сфере? Я скажу так, когда я был в корпоративном секторе, скажем, конечно, я в основном выполнял функции различных финансистов, я был с финансового аналитика до CEO-фо-макро-региона в телекоме. Но когда я ушел в тренинг, то мне пришлось быть несколько раз генеральным директором довольно крупных тренинговых компаний. Но я вам скажу так, что работа с группами, с учениками, со слушателями намного интереснее. И, в общем-то, вот сейчас так вспоминаю, хочу ли я быть CEO-крупной компанией, ну, при определенных условиях, наверное, можно было бы. Продолжение следует...